Всем привет, друзья! В мире существует более 250 стран, и в каждой из них поддерживаются совершенно особенные гастрономические традиции. Более того, даже в пределах одного государства пищевые предпочтения могут кардинально различаться от штата к штату, от региона к региону и от провинции к провинции. И, конечно, то, что в рамках одной культуры считается совершенно нормальным, для иностранца покажется абсолютной дикостью. Вопрос, есть тот или иной продукт, в конце концов, остается делом вкуса. Но есть некоторые исключения. При определенных условиях некоторые продукты опасны для здоровья. Сегодня мы расскажем вам именно о них. Люди все равно продолжают употреблять их в пищу, но одна маленькая ошибка в пропорциях или способе приготовления может стоить жизни. Внимание на экран! Осьминог Такой необычный морепродукт, как осьминог, славится своими вкусовыми качествами во многих странах. Возможно, вы думали, что по консистенции он скорее больше напоминает резину, но на самом деле при правильном приготовлении мясо этого морского животного отличается особой мягкостью и сочностью. Например, в Испании, Португалии или Греции его можно найти в отварном виде или приготовленном на гриле. В Японии – попробовать в виде сашими, то есть тонко нарезанного сырого филе высочайшей свежести. А на Мальте осьминоги подаются фаршированными вместе со спагетти. Но самым экстремальным способом употребления осьминога в пищу славится Корея. Там этих существ едят живыми, зачастую лишь поливая соусом и посыпая приправами. Увы, такой гастрономический опыт чреват серьезными последствиями. По некоторым данным, при поедании этого блюда в Южной Корее каждый год умирают несколько человек. Они просто давятся щупальцами. Из-за того, что осьминог подается живым, его мускулы при поедании все еще сокращаются и могут присосаться к гортане или пищеводу изнутри, перекрыв тем самым доступ кислорода в организм. Обычно перед подачей такого блюда осьминога все-таки режут на мелкие кусочки, чтобы его было удобно есть. Но даже в таком случае его щупальца все еще шевелятся. Одна девушка-блогер из Китая почему-то решила, что лучше продегустировать деликатес прямо целиком. Чем все это закончилось, вы видите сами. Осьминог отчаянно присосался к лицу девушки, она еле-еле избавилась от его цепкой хватки. Касу Марцу Да, мы понимаем, что это видео про еду, и было бы логично посмотреть его за чашечкой чая с чем-нибудь вкусненьким. Но все-таки настоятельно рекомендуем вам отложить перекус в сторонку перед тем, как вы познакомитесь с этим итальянским деликатесом. Вы наверняка знаете, что Италия всегда славилась своими сырами, и некоторые из них имеют достаточно экзотический вкус и запах. Но на дегустацию этого продукта решаются только самые отважные путешественники. Речь идет о сыре Касу Марцу, который делают из овечьего молока на средиземноморском острове Сардиния. Поначалу это выглядит как обычный сыр пекорина, известный по всему миру, но в нем есть один секретный ингредиент, а именно живые личинки сырной мухи, которые доводят продукт до состояния гниения и делают его мягким. Перед тем, как употребить этот деликатес в пищу, некоторые все-таки удаляют из него личинки, но вовсе не из-за эстетических соображений. Все дело в том, что эти существа очень прыгучи и могут скакнуть аж на 15 сантиметров, если их побеспокоить. Поэтому тем, кто решается отведать это блюдо прямо вместе с его обитателями, рекомендуется на всякий случай защитить глаза каким-нибудь приспособлением. Очевидно, что на этом все риски не заканчиваются. Самый главный из них – это риск заражения организма человека содержащимися в сыре личинками. Такой процесс происходит, когда желудочный сок не справляется с перевариванием этих существ. Тогда паразиты могут так и остаться, обитать в кишечнике и вызвать немало осложнений. Именно из-за этого продажа кассу Марцу была признана нелегальной много лет назад как со стороны властей Италии, так и надзорных институтов Европейского Союза. Сардинские фермеры несколько раз пытались отменить запрет, утверждая, что изготовление этого сыра является национальной традицией, но не добились успеха. Однако деликатес на острове можно относительно легко достать и сегодня, правда, на черном рынке. Фугу Некоторые считают, что суши – традиционное блюдо японской кухни – является опасным из-за содержания в нем сырой рыбы. Что ж, эти люди, видимо, ничего не слышали о другом японском деликатесе – фугу. Вот где кроется настоящая смертельная опасность. И поверьте, это не просто слова. Перед тем, как получить право готовить эту рыбу в ресторанах, японские шефы учатся разделывать ее многие годы, а иногда и десятилетия. Все потому, что во внутренних органах этого морского обитателя содержится смертельный яд тетродетоксин, который практически невозможно нейтрализовать. Он очень легко всасывается в кровь и приводит к летальному исходу в как минимум половине случаев попадания в человеческий организм. Для сравнения, тетродетоксин в тысячу раз мощнее другого известного яда – цианида. Сложность разделывания рыбы состоит еще и в том, что яд почти невозможно заметить. Он не обладает ни запахом, ни цветом и выглядит, как обычная вода. Поэтому повар должен точно знать, что делать с каждым миллиметром рыбной туши. Сегодня в Японии уже можно найти искусственно разведенных фугу, которые не содержат в себе токсических веществ. Но настоящим деликатесом все равно считается дикая рыба-фугу. В одном только Токио ее подают в более чем трех тысячах ресторанов, а себестоимость одной такой рыбешки может превышать тысячу американских долларов. Несмотря на все риски, специалисты утверждают, что сегодня употребление рыбы-фугу в лицензированных ресторанах совершенно безопасно. Это подтверждает и статистика. Если 50 лет назад от этого блюда ежегодно погибали около сотни японцев, то сегодня это количество сократилось до двух-трех человек. При этом все летальные случаи относятся к подпольным заведениям, где фугу готовят плохо подготовленные повара. Фисикх Каждый год Министерство здравоохранения Египта предупреждает – держитесь подальше от употребления блюда под названием фисикх. Причина кроется в том, что оно готовится из погибшей ферментированной рыбы. Любое нарушение старинной технологии его приготовления может привести к отравлению ботулиновыми токсинами и даже к смерти. Однако призывы египетских чиновников, похоже, не совсем работают, потому что фисикх в Египте продолжают ежедневно употреблять в пищу тысячи людей. Местные повара, владеющие искусством приготовления фисикха, утверждают, что эти знания передавались в их семьях из поколения в поколение, а их предки, в свою очередь, переняли мастерство аж от древних египтян. Еще в далекую эпоху фараонов, когда каждую весну воды Нила отступали, на берегах оставалась гнить выброшенная рыба. Тогда египтяне впервые и познали необычный вкус этого блюда, которое сегодня считается деликатесом. Готовят его, конечно, уже совсем по-другому. Сначала рыбу тщательно чистят, солят и высушивают на солнце. Затем ее помещают в стерилизованные чаши, где она выдерживается до 45 дней в специальном рассоле. В результате получается необычное блюдо с очень сильным запахом, который вы наверняка ощутили даже через экран телефона или компьютера. Кровавые моллюски Азиатская кухня богата на необычные блюда, но некоторые из них все еще не перестают удивлять. Вот, например, кровавые моллюски, обитающие в водах юго-восточных морей. Из-за содержания в их тельце большого количества гемоглобина, они обладают кроваво-красным цветом и считаются деликатесом в некоторых странах, например, в Китае. Там их подают как сырыми, так и приготовленными на пару или вареными. Но, увы, эта термическая обработка обычно столь незначительна, что не может обезопасить поедателя от риска заражения дифтерией и гепатитом А. В 1988 году употребление в пищу испорченных кровавых моллюсков стало причиной сильнейшей вспышки гепатита А в Шанхае. Тогда погибло, по разным данным, от 31 до 47 человек, а зараженными оказалось около 300 тысяч. После этого инцидента реализация и ввоз этого продукта в Шанхай были запрещены. Как ни странно, в других городах Китая кровавые моллюски не перестали считаться деликатесом. Их продолжают покупать в некоторых магазинах и заказывать в ресторанах на свой страх и риск. Кстати, в Корее этих моллюсков также едят, правда, после гораздо более тщательной термической обработки. Кепаянг Выше? Мы уже упоминали о яде под названием цианид, который в особо больших дозах вызывает почти мгновенную потерю сознания и смерть. Оказывается, в природе есть продукт, содержащий и это вещество. Речь идет о семенах экзотического фрукта, произрастающего в Малайзии – кепаянга. При неправильном приготовлении эти семена могут быть смертельно опасны, но также считаются деликатесом. К сожалению или к счастью, деревьев кепаянга в Малайзии осталось чрезвычайно мало. Их можно пересчитать по пальцам. Причина кроется вовсе не в том, что деревья срубают обеспокоенные местные жители. На самом деле, они просто погибают от частых наводнений. К тому же местные прекрасно знают, как приготовить семена кепаянга таким образом, чтобы не отравиться. Аки Это дерево широко распространено в странах Карибского бассейна, но в основном на Ямайке. Плоды, которые растут на этом дереве, употребляются ямайцами в пищу и сегодня. Подаваемые вместе с соленой треской, они считаются здесь национальным блюдом. Однако в незрелых плодах этого дерева, как и в его черных семенах, кроется смертельная опасность. При попадании в организм человека, содержащиеся в них вещества, вызывают так называемую ямайскую рвотную болезнь. Поэтому на Ямайке ежегодно происходит несколько случаев отравления этим продуктом. В теории оно может даже закончиться смертельным исходом, однако точную статистику по этому вопросу найти сложно. Мускатный орех Если вы любите готовить, то вам наверняка хотя бы однажды приходилось добавлять в блюдо специю под названием мускатный орех. Он представляет собой сердцевину косточки плодов мускатного дерева и применяется в приготовлении десертов, а зачастую и основных блюдах – салатах, супах и соусах. Конечно, в минимальных дозах этот продукт не представляет для организма человека совершенно никакого вреда. Но коварство состоит в том, что в нем содержится психоактивное вещество – миристицин, которое при превышении токсичной дозы в 30 грамм вызывает различные галлюцинации, спутанность сознания и неадекватные физиологические реакции. Личи Много лет этот фрукт, произрастающий в Индии, Китае, Таиланде, Вьетнаме и некоторых других странах, считался совершенно безобидным, пока ученые не установили его прямую связь с сотнями загадочных детских смертей, которые происходили каждое лето в индийском городе Музафарпур, начиная с 1995 года. Оказалось, что все отравившиеся дети на протяжении суток перед трагедией ели незрелые плоды фрукта Личи. При более подробном изучении выяснилось, что в Личи содержатся токсины, сильно снижающие уровень сахара в крови. Поэтому есть его натощак, особенно в больших количествах, смертельно опасно. Медики также не рекомендуют притрагиваться к его шкурке и тем более есть плод вместе с косточкой. На сегодня у нас все, друзья. Будьте осторожны с едой и до встречи!